Наши родители жили долгой, счастливой жизнью. И приведу вам такую интересную еще статистику. Та же самая, можно сказать, цифровые показатели, но здесь уже 60% называется не образ жизни, а самоменеджмент. Что такое самоменеджмент? Это самоуправление. Каким образом мы сами собой можем управлять и действительно в очередной раз этот слайд доказывает, что 60% наше здоровье в наших руках. И достаточно глупо думать о том, что кто-то должен заботиться о нашем здоровье. Достаточно глупо думать о том, что наши врачи на 100% являются, ну скажем так, профессионалами в своей деятельности. Есть врачи хорошие, есть врачи не очень хорошие. Конечно, все зависит от степени развития медицины в той или иной стране. Но не должны мы забывать о том, что все-таки медицина это всего лишь 10% влияния на наше здоровье. И более 60% здоровья находится, состояние нашего здоровья находится в наших руках. Итак, что же такое вот эти вот 60%? Из чего оно складывается? 4 основополагающих принципа сохранения здоровья и долголетия. 4 кубика, которые, соединяясь в одно целое, как раз таки и формируют эти 60% образа жизни. Это наше питание, это наши привычки в питании, это то, к чему мы, возможно, привыкли с детства. И это то, к чему стоит обратить, обратить на это стоит очень большое внимание, потому что как раз таки питание является самым главным кирпичиком вот в этом квадратике из 4 основополагающих принципов. Вторая составляющая, это, конечно, высококачественные пищевые добавки к пище. В 2016 год уже ни для кого не секрет, все на самом деле коммуницированные медики, врачи на всевозможных съездах, собраниях, семинарах, которые проводят, говорят о том, что действительно без добавок к пище на данный момент нормально функционировать наш организм не может. Если вы достаточно скептически относитесь к такому понятию, как добавки пищи, возможно, сегодняшний вебинар как раз таким позволит вам немножко задуматься и посмотреть на эту категорию продуктов с другой стороны. Мы будем сегодня об этом говорить, конечно. Третья составляющая, это упражнение физическая активность, можно правильно питаться, можно принимать высококачественные добавки к киде, но если мы будем лежать на диване и ничего не сделать, говорить о том, что мы будем здоровы, тоже нельзя. Это один из квадратиков, который тоже должен выполняться. Мы не будем сегодня говорить о каких-то фанатичных идеях в спорте, но мы должны знать, что физическая активность должна присутствовать в нашей жизни. Как минимум это зарядка, как минимум это ходьба пешком, и никто не отменял 10 тысяч шагов в день по рекомендации всемирных диетологов, нутрициологов и вообще врачей, которые занимаются вопросами здоровья. Есть такая цифра 10 тысяч шагов в день, поэтому кто-то слышит эту цифру впервые, пожалуйста, интернет вам в помощи, почитайте, почему именно такое количество шагов. И четвертая составляющая, тоже немаловажная, тоже, которую составляющую нельзя убрать, это отличное самочувствие с точки зрения позитивного настроя. Все мы прекрасно знаем, что нет событий хороших или плохих, есть наше отношение к этим событиям. Поэтому абсолютно все ситуации в нашей жизни можно рассмотреть с негативной стороны, можно злиться, расстраиваться, а можно рассмотреть с позитивной стороны. И вот у нас сегодня такой еще дополнительный повод, сегодня всемирный день улыбок, поэтому поздравляю всех тех, кто слышит об этом празднике впервые. Улыбайтесь чаще, это действительно продляет нашу жизнь, и в такую не очень позитивную погоду, наверное, только улыбками мы можем создавать себе вот такое вот хорошее настроение. Почему питание является основополагающим принципом? Это, конечно, один из четырех квадратиков, но все-таки этот квадратик является основным в образе жизни. Именно правильно питаясь, именно зная, что такое правильное питание, мы можем повлиять на свое самочувствие. Здесь нельзя быть дилетантом. В этом вопросе недопустимо быть дилетантом, потому что слишком важно. Если у вас нет никакого медицинского образования, если для вас вообще понятие правильное питание очень-очень далеко, и вам кажется, что это слишком сложно, невозможно и точно не для вас, могу вам сказать, что это не так. Сейчас у нас все-таки как-никак век информации, и основам правильного питания может научиться абсолютно любой человек. Что такое основы? Основы – это знать о том, что нужно кушать, что нужно нашему организму, а что не нужно, и что категорически запрещено. Если вы хотя бы будете придерживаться принципов, что можно, а что категорически нельзя, это уже ваши первые шаги на пути к изучению вопросов правильного питания. И такую вам тоже интересную приведу статистику. Семь факторов, которыми люди убивают сами себя. И неспроста на первом месте как раз-таки стоит неправильное питание. Мы с вами кушаем каждый день, ну за исключением, возможно, у кого-то есть разгрузочные дни, и буквально это один там день в неделю. Все-таки в большей степени большинство людей мы кушаем каждый день, и не один раз в день, и не два, и не три. Поэтому этот вопрос слишком важен. И повторюсь еще раз, нельзя быть дилетантом в этом вопросе. Нужно изучать вопросы питания и понимать какие-то основные аспекты. Углубляться или не углубляться в этом вопросе, это уже ваш выбор. Я лично сама уже более пяти лет именно углубленно изучаю вопросы правильного питания. Мне это интересно. Мне это важно для меня, для моей семьи. Станет ли это важным для вас? Это уже лично выбор вашей, вашей семьи. 70% болезней связаны с неправильным питанием. Я думаю, что вот эта вот цифра 70% слишком велика, чтобы она просто осталась, ну скажем так, за кадром. И такая цифра, как 50% населения, которые на данный момент имеют заболевание, связанное с лишним весом, это тоже слишком большая цифра, чтобы не придавать значение питанию. И мы сегодня весь наш вебинар будем строить с позиции того, что нужно не нам, как человеку, мне, как девушке, кому-то, как мужчине, как Оле, Кате, Саше. Мы сегодня будем говорить о том, что необходимо нашей клетке. Ведь все мы с вами люди, человеки, с двумя руками, с двумя ногами. Мы с вами состоим из системы органов, у нас есть ткани. И самой начальной, отправной точкой вообще нашего существования является клетка. И здоровье – это такое состояние нашего организма, при котором в целом наш организм и все органы по отдельности способны полностью выполнять свои функции. Немножко слайд для всех. Способны полностью выполнять свои функции. У каждой клеточки есть функции, которые она должна выполнять, чтобы она жила, она для этого как бы и рождена, чтобы выполнять все функции. И вот как раз-таки мы будем с вами здоровы тогда, когда каждая клетка нашего организма будет выполнять свои функции в полном объеме. И если мы говорим про питание, то абсолютно каждой нашей клеточке нужно правильное питание. А правильное питание – это в первую очередь забалансированное питание. Когда в наш организм попадают только те компоненты, которые нужны нашему организму, а не те, которые, ну скажем так, нам захотелось просто, потому что это вкусно, сладко, солено, копчено. Ведь любой продукт, который мы с вами кладем себе в рот, пережевываем или не пережевываем, запиваем, заедаем, это тот продукт, который попадает к нам внутрь, и наш организм с ним что-то делает. Он его каким-то образом перерабатывает, переваривает, и в результате получается какой-то продукт. И если изначально задуматься о том, что, конечно, логически поразмышляв, что нужно употреблять в пищу только те продукты, которые несут нам благо, то человек просто не будет кушать те продукты, которые, ну, абсолютно не нужны, пустые продукты. Ведь это не просто, скажем так, не знаю, там, одел кофточку, она некрасивая, ну, как бы, ну, некрасивая, похожу с нему. Это тот продукт, который, попадая в наш организм, несет какие-то последствия. И в любом случае этот продукт даст какой-то результат. А хороший или плохой, здесь уже нужно думать на изначальном моменте, когда мы кладем его себе в ротик, этот кусочек пищи, и должны понимать, нужен он нам вообще или нет. 7 основных компонентов, которые должен получать наш организм, каждая наша клеточка, каждый день. Белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины, минералы и вода. Если для вас есть какие-то компоненты, о которых, ну, скажем так, вы считаете, что они не нужны, могу сказать, что эта таблица, табличка даже составлена не мной, это действительно факт, который неоспорим. Эти компоненты должна получать наша клеточка каждый божий день. Сколько мы с вами живем, столько вот наша клеточка каждый день должна получать. Повторюсь, не один раз в неделю, не один раз в месяц, а каждый день. И наше питание будет сбалансировано только тогда, когда у нас не будет избытка плохих продуктов, и при этом не будет недостатков хороших компонентов. То есть должен быть такой баланс. Но проблема современности, она катастрофична, она ужасна. У нас сейчас действительно практически более чем у 80% населения земного шара избыток вредных веществ и недостаток правильных питательных компонентов, то, что наоборот нашему организму нужно. И повторюсь еще раз, вопросы питания слишком важны для нашего здоровья, чтобы в этом вопросе быть дилетантом. Поэтому отчасти моя сегодняшняя задача вебинара, помимо того, чтобы донести информацию, которую я вам хочу, которая представлена на слайдах, еще такая маленькая функция заинтересовать вас самим захотеть, изучать вопросы питания, изучать вопросы здоровья. Возможно, для кого-то этот вебинар сегодня действительно послужит такой отправной точкой, послужит, скажем так, началом желания что-то узнать чуть больше, чем вы знали на данный момент, и для меня это уже будет, на самом деле, очень круто. Проблема современного питания нашего населения земного шара заключается в том, что у нас очень мало качественного белка в рационе питания, у нас очень мало правильных жиров, и мы сегодня будем говорить и про белки и жиры, у нас очень много, катастрофически много быстрых, неправильных углеводов, и у нас поголовно идет нехватка витаминов и минералов. Помимо того, что есть категория людей, которые понимают, что организму нужно, еще помимо того, что нужно понимать, что нужно, нужно еще понимать, откуда это все взять, и чтобы это все было правильно. И небольшая статистика про нашу республику Беларусь, как же питается современная Беларусь, и цифра 10%, она на самом деле ужасающая. Всего лишь один человек из десяти понимает вообще о том, что нужно правильно питаться и питается правильно. Основная проблема же заключается в том, что нет информации, человек не владеет информацией, и, скажем так, собственноручно залезть в интернет, и что-то почитать для личного опыта, ну, наверное, тоже нет желания, нет какого-то стимула. Поэтому пусть сегодняшняя информация для вас послужит своеобразным стимулом. Еще 500 лет до нашей эры говорили о том, что при неправильном питании никакие лекарства нам не помогут. И при этом, если мы будем с вами питаться правильно, то никакие лекарства нам не нужны. Слишком большой отрезок времени с 500 лет до нашей эры, до 2016 года, это действительно важно, это понимали наши предки. И на данный момент, на век информации, это действительно, ну, наверное, глупо не воспользоваться той информацией, которая сейчас в открытом доступе. Наша клеточка, которая рождается, 300 миллиардов клеток рождается в нашем организме каждый день, столько же клеток и погибает. И два основных компонента, которые жизненно необходимы нашей клетке, помимо тех семей, о которых я уже сегодня говорила, на первом месте это белки и жиры. Именно из белков строится сама клеточка, жиры входят в мембрану клетки и в первую очередь нужно обращать внимание именно на белковое питание и на жировую составляющую в своем питании. Как я уже сказала, 300 миллиардов клеток, их слишком много. Эта цифра, мне кажется, вообще даже невозможно представить ее, сколько это много. Но на самом деле в нашем организме происходят слишком интересные процессы, чтобы не появилось минимальное желание понять, что же там происходит, как там что работает. Повторюсь, 7 компонентов, которые должны поступать в наш организм для нашей клеточки. Если наша клеточка будет получать все эти компоненты, она будет качественная, она будет здоровая, хорошая, она будет выполнять все свои функции, следовательно, мы с вами будем себя чувствовать хорошо. Итак, на первом месте, как я уже сказала, стоят белки. Жизнь – это вообще форма существования белка. Если бы не было белков, то, следовательно, не было бы нас, потому что, можно сказать, мы – это и есть белки. Мы практически все состоим из белка. Не буду перечитывать слайд, там все отлично читаем, и, пожалуйста, прочитайте. Вопрос только в том, что основная категория людей не придают значения белку, считая том, что что такое белок. Это в основном мясо. Мясо – это, скорее всего, белок. Мясо я ем периодически, это уже здорово, это уже хорошо. Откуда же брать этот белок? Белки, откуда же эти белки берутся? Есть две основных категории белков. Это белки животного происхождения и растительного происхождения. Я сегодня не буду отдавать предпочтение ни стороне вегетарианцев, ни стороне всеядных людей, потому что и те, и другие имеют право голоса. Единственный момент, я говорю, что по рекомендациям диетологов идеальный баланс – это два к одному. Две части в рационе питания должны присутствовать животные белки и одна часть растительных белков. Но при этом, если среди нашей аудитории есть вегетарианцы, могу сказать, что я вот сейчас на пути становления к этому иду медленно, но уверенно. Вегетарианцам достаточно сложно сформировать в своем меню, потому что оно просто должно быть разнообразное. Но при этом точно так же, как и всеядные люди, вегетарианцы – абсолютно нормальная категория населения, у которых просто более разнообразное меню. У них чуть больше, скажем так, разнообразных белков. Как же выглядит наша клеточка, если в ней белков достаточно и недостаточно? Вот такое вот интересное сравнение, сравнение с изданиями. Кстати, вот хотелось спросить у нашей аудитории, есть ли среди нас сегодня вегетарианцы, чтобы я понимала, стоит мне сделать акцент в своем разговоре на эту категорию людей. Вы пока, пожалуйста, поделитесь со мной своим, скажем так, принципом жизненным, едите вы мясо или не едите, а я буду продолжать. Если белков в нашем рационе питания достаточно и белки качественные, хорошие, то наша клетка, наше здание будет красивое, хорошее, будет выполнять все функции, для чего она вообще, скажем так, родилась. Если белков недостаточно и они некачественные, то наша клетка будет полуразрушенной, и, следовательно, мы будем чувствовать себя не совсем хорошо. Вот такие вот будем, полуразрушенные, полувялые. На самом деле, когда мы с вами кушаем белковую пищу, мы все с вами взрослые люди и понимаем, что не сам этот кусочек мяса идет сразу на строительство наших клеточек. Не сразу этот кусочек творожка идет на строительство наших клеточек. Когда белок попадает в наш организм, здесь такая схема, надо смотреть справа налево, наш организм производит огромное количество преобразований с этим белком, в итоге получается цепочка аминокислот. Вот левая, такие вот желтенькие кружочки, цепочка аминокислот. Именно из этих аминокислот и будет строить уже наш человеческий белок, то есть наши клеточки. И вот это вот время перехода из кусочка мяса до цепочки аминокислот достаточно длительное, я бы сказала, очень длительное. От 36 до 72 часов. Вот эти вот 72 часа сразу, например, скушали жареную котлету, и вот эта котлета 72 часа находится в вашем организме, прежде чем она превратится в цепочку аминокислот и, скажем так, пойдет в строительство клеточек. Представьте, сколько еще пищи мы с вами скушаем за это время, и сами мы понимаем, какова температура нашего организма и что происходит с мясными продуктами при, скажем так, теплой температуре. Поэтому мы должны понимать, что, естественно, не все мясо идет нам во благо, не весь этот кусочек, а буквально только 20-25% от исходного количества пойдет на наше, скажем так, благо, на строительство клеточек. Все остальное в нее-то часть выведется из нашего организма, а часть не выведется, если, скажем так, не занимаетесь вопросами здоровья и не знаете, как ощущать свой организм. Поэтому, на самом деле, белковая пища, она настолько важна, но при этом она настолько зачастую тяжела для нашего организма, что нашему организму нужно искать альтернативный источник белка, для того, чтобы этот процесс не был таким длительным. Хотелось бы здесь обратить внимание на детское здоровье, потому что именно детям в первую очередь нужно обращать внимание на белковую составляющую пищу, потому что мы, взрослые люди, все-таки, в большей степени выросли, а вот детки, они растут, их организм только формируется, и если белка не будет вообще, либо его будет недостаточно, то ребенок просто будет расти неполноценным, не будет хватать этого строительного материала. Ведь невозможно построить здание без кирпичей. Вот белок – это своего рода кирпичи, с которого строится вообще наше тело, наши органы, наши ткани и все тому подобное. Поэтому я сейчас вас хочу познакомить с тем человеком, который, скажем так, изначально понял, что белок слишком важен, но в природе тот белок, который содержится, в особенности именно мясной белок, он достаточно тяжелый для нашего организма. Профессор Стиксен – это доктор медицинских наук, это человек-легенда, человек-гений, таких, как он, всего лишь 7 в мире. Он более 30 лет занимается пересадкой легкого и сердца, он берет на операцию людей старше 70-летнего возраста. Это действительно человек, который, вот слово «потратил» точно не могу использовать, он использовал основную часть своей жизни для того, чтобы мы с вами, чтобы люди были здоровы, чтобы продлить наше здоровье. Этот человек гениален еще и по той причине, что он номинировался на Мобилискую премию. Вообще, на самом деле, у него огромное количество изобретений, аппаратов, препаратов, которые способны повлиять на продолжительность нашей жизни. Не буду перечислять все, обращу ваше внимание только на самое нижнее его изобретение, комплекс оборудования, который позволяет консервировать донорское легкое на 48 часов. До его изобретения это было только 12 часов. Представьте, что за 48 часов действительно можно доставить донорский орган в любую точку планеты Земля. Сколько жизней спас Стикстен всего лишь этим одним оборудованием, скажем так, комплекс оборудования. И последнее его изобретение, на разработку которого ушло 7 лет, это продукт из линейки Wellness, это Natural Balance, это тот продукт, о котором мы сейчас будем разговаривать. Это продукт, который создавался Стиком Стеном, именно как продукт для правильного питания. Повторюсь, он более 30 лет занимается пересадкой легкого и сердца, и он прекрасно понимал, что невозможно человека подготовить к операции, скажем так, используя обычную еду, как для взрослого человека. Невозможно человека восстановить после операции, если начать кормить его макаронами и котлетами, и картошкой и тому подобное. Поэтому Стикстен создавал продукт, который был бы полноценный, но при этом легкий. Полноценный с точки зрения, в первую очередь, как раз-таки белков. Где этот продукт создавался вообще? Где Стикстен творит, где работает со своими коллегами? Это научно-исследовательский центр в Игелесе, это юг Швеции, это один из самых чистейших уголков Швеции. Мне и нашей команде посчастливилось побывать там в прошлом году. Это действительно уникальное место дома, Wellness. Это действительно такое место, которое просто так попасть туда невозможно. Это действительно... Даже не хватает мне слов, чтобы выразить, потому что эмоций очень много. Поездка вроде была относительно давно, но когда смотришь на фотографию, вспоминаешь вообще, насколько там было все по-другому. На всей этой территории научно-исследовательского центра и, не знаю, вокруг еще нескольких километров не было ни одного транспорта. Настолько это чистейший уголочек был. Мы проходили обучение у самого Стига Стена, у его коллег, и вообще научно-исследовательский центр занимается тем, что он изучает, как питание влияет на наше здоровье. Каким образом рацион питания, который ведут люди, вообще способен изменить кардинально качество жизни, качество жизни исследовательного здоровья. И вот как раз-таки 7 лет исследований, 7 лет разработок дали результат. Был разработан уникальный продукт, коктейль Natural Balance. Этот продукт создавался с целью создать полноценный продукт для питания, но при этом достаточно легкий с точки зрения нашего организма. Сразу скажу, что вообще вся линейка Wellness, мы сегодня будем говорить не только о коктейлях, а еще будут продукты. Вся линейка Wellness – это натуральный продукт. Без ешек, без гамошек, без красителей, без консервантов. Это продукт, который имеет самый высокий стандарт качества в мире. Это стандарт GMP. Для особо любознательных, пожалуйста, Google вам в помощь. Вбивайте стандарт GMP, выдаст очень интересные и видео, чем отличается производство по стандарту GMP от нестандарта GMP. Это на самом деле уникальная линейка продуктов Wellness. И вот коктейль как раз-таки был первым продуктом. Из чего состоит коктейль и что он дает? В коктейле содержится три источника белка. Повторюсь, белок – это самый главный компонент, который мы должны получать из еды. Это белок яичный белок, белок зеленого горошка и молочный белок. И вот здесь как раз-таки соблюдается этот принцип два к одному. Два источника животного белка к одному источнику растительного белка. Например, белок зеленого горошка вегетарианцы называют мясом, потому что это самый богатый белок на количество аминокислот. Белок яичный вообще считается эталонным. Именно с ним сравнивают все остальные источники белка. А молочный белок является самым легкоусваиваемым. Плюс еще здесь содержатся источники клетчатки. Это яблоко, шиповник и клетчатка сахарной свеклы. Продукцию в составе не содержит сахара, хотя достаточно сладкий по вкусу за счет содержания сукралозы. Мы сегодня не будем очень подробно изучать состав. Если кому-то интересно, пожалуйста, Wellness Club вам в помощь. И вообще очень много информации по Wellness Cocktail в интернете. Я сегодня дам только такие самые главные характеристики, особенности этого продукта. Самая главная особенность продукта, помимо того, что он натуральный, не содержит ничего такого, что нашему организму не нужно, это его действие. Когда выпивается порция коктейля, уже через 24 минуты у нас организм получает цепочку аминокислот. Не час, не два, не 36, не 72 часа, а 24 минуты, и все. Наш организм уже начал строительство наших клетчаток. Здесь соблюдается два самых основных, ну скажем так, принципа основополагающих. Первый. Продукт полноценный. В нем содержатся белки, жиры и углеводы. И этот продукт легко усваиваемый. То есть он не будет выразить просторы нашей внутренней вселенной, там 72 часа. Он достаточно быстро усваивается организмом для того, чтобы уже строились клеточки. Этот продукт является низкокалорийным. Одна порция коктейля содержит всего лишь 65 килокалорий. Это калорийность одного яблока. Задумайтесь, вот после того, как скушали яблоко, через сколько вам захочется кушать. В среднем это где-то через 15-20 минут. Как работает коктейль? За счет того, что в коктейле содержатся правильные углеводы, низкокалорийные углеводы, они еще по-другому называются, этот продукт не дает скачков уровня сахара в крови, и этот продукт еще по-другому называют долгоиграющий. Каким образом он действует? Когда вы напиваете порцию коктейля, я уже говорила, 24 минуты этот продукт уже начал строиться по клеточкам. Но с точки зрения насыщения, коктейль дает насыщение от 3,5 до 4 часов. То есть в среднем вы выпили коктейль, и ближайшие 3,5 часа вы не будете хотеть кушать, не потому что он волшебный, а потому что в его составе содержатся медленные углеводы, и они дают достаточно длительное насыщение. Я приведу еще пример. Если вы утром выпили на завтрак, например, чашку какой-то сладкой жидкости, пепель, чай, какао, неважно, в общем-то, какой-то сладкий напиток с бутербродом или с какой-то сладостью, то у вас уровень сахара в крови вот так вот очень резко повышается, как синий график на слайде. Но при этом точно так же он очень быстро опускается. Буквально через 20-30 минут, придя на работу, вы уже начинаете опять по новой ставить чайник, опять что-то там, какую-то булочку, какую-то печеньку с этим чаем. И самый, наверное, второй факт плохой с точки зрения быстрых углеводов, помимо того, что скачок уровня сахара в крови происходит, после того, как продукт, скажем так, закончил свое действие через 20 минут, уровень сахара в крови падает ниже первоначального уровня. То есть наоборот, у людей такой еще происходит процесс, ну, слово могу не подобрать, но такой вот, нет сил, вот хочется поспать, поленить, ничего не хочется делать, потому что уровень сахара в крови, он упал ниже первоначальной отметки. Такого никогда не будет с медленными углеводами. И вот как раз-таки наш коктейль содержит медленные углеводы, поэтому вы выпили коктейль, вы полны энергии, бодры, веселы, а в ближайшие 3,5 часа вас не мучает голод, вы не думаете о еде, и при этом ваш организм уже строит клеточки. Дополнительным бонусом коктейлю, помимо того, что он является полноценным, легко усваиваемым, это снижение веса. Коктейль не называется продукт для снижения веса, но с его помощью можно скорректировать вес. Я именно использую слово скорректировать, потому что точно так же, как снизить вес, точно так же можно и увеличить вес, если вам это необходимо. Главное знать, как правильно пить коктейль. Но все-таки большинство людей все-таки хотят снизить вес. Каким образом можно снизить вес? Если вы хотите похудеть, то коктейль принимается вместо одного из приемов пищи. Вместо завтрака, вместо обеда, вместо ужина, желательно вместо ужина, потому что именно ужин у нас такой основной прям удар на себя принимает. Именно на ужин мы готовы съесть весь холодильник и еще чуть-чуть. Поэтому желательно коктейль запивать вместо ужина. И если эта цифра, скажем так, желаемая, которую вы хотите снизить, 10 килограмм и более, то желательно пить две порции коктейля в день. Одну порцию вместо перекуса какого-нибудь, либо когда захотелось покушать, а вторая порция вместо одного из приемов пищи. Если нет цели похудеть, а просто хочется, скажем так, быть постоянно энергичными, сконцентрированными, то просто одна-две порции коктейля вместо перекусов, либо когда просто захотелось покушать. Если вы хотите, наоборот, набрать вес, если есть такая, скажем так, ну не проблема, ну, наверное, проблема, если хочется набрать вес, значит, недостаточно, то, наоборот, коктейль пьется после приема пищи. В общем-то, вот такие вот индивидуальные же особенности. Вы можете задать вопросы в конце нашего вебинара, я постараюсь на них ответить, либо обратиться к тому человеку, кто вас сегодня пригласил на вебинар, потому что есть очень много таких индивидуальных вебинаров записи, касаемо коктейля. Моя задача сегодня поделиться такими основными фишками, основными принципами в линейке Wellness. Кто является нашим, скажем так, пропагандистом нашей продукции Wellness? Российская Академия Медицинских Наук, именно там изучались наши коктейли, наша вообще вся продукция Wellness на производится в Швеции и в Германии, и Российская Академия Медицинских Наук тоже изучала наши коктейли, они пришли от них в восторг, и они используют наши коктейли в программах по снижению веса, по коррекции веса, и Ольга Николаевна Григориан, это ведущий научный сотрудник НИИ питания при Российской Академии Медицинских Наук, говорит о том, что этот продукт слишком важен, чтобы не придать ему значение. И вот как раз-таки она в своей деятельности не просто говорит о коктейле, она использует коктейль в своей работе. И кто еще не смотрел, вам просто, скажем так, не рекомендация, установка, обязательно посмотрите Wellness завтрак с Ольгой Николаевной Григорианой на просторах интернета, буквально один час вашего времени, но она как медик, как, скажем так, кандидат медицинских наук, эксперта, она рассказывает, каким образом питание влияет на наше здоровье, и каким образом именно изменив свой завтрак, то есть начало своего дня, вы можете значительно изменить качество своей жизни. Небольшая сравнительная характеристика нашего волоскоктейля с другими продуктами, не могу даже сказать аналогами, потому что уж слишком мало зелененьких точечек у продуктов аналогов, но все-таки назовем их так, тоже какие-то белковые продукты, какие-то белковые продукты. По всем категориям Wellness коктейль выигрывает, и если мы говорим о продуктах, которые связаны с нашим здоровьем, все-таки нужно оперировать фактами, не домыслами, а именно фактами. Вот факты говорят о том, что коктейль Wellness имеет все зелененькие точки. И здесь я всегда, иногда забываю, но все-таки всегда хочется сказать, если продукт создается изначально с коммерческой точки зрения, вот поэтому и попадаются вот эти вот красненькие точки у других компаний-производителей. Наш продукт изначально создавался продукт для, скажем так, для научно-исследовательского центра, где СТЕКС-Цент проводил свои исследования, где он оперировал людей. И это отчасти случайность, отчасти, наверное, просто хороший случай, закономерность, что мы с вами имеем возможность пользоваться этим продуктом, потому что коктейль Wellness это продукт не для коммерческой основы, для изначального, скажем так, его варианта. Этого продукта вообще могло не быть, и просто СТЕКС-Цент мог его использовать, скажем так, в своих работах, он мог не дойти, поэтому огромные вообще слова благодарности компании Reclame, что он появился в нашем ассортименте, хотя не является категорией косметики, а является именно категорией продуктов для поддержания нашего здоровья. Вторым продуктом, который в линейке Wellness относится к правильному питанию, это супчики. Отличие коктейля от супа, это способ приготовления, если коктейль просто готовится на любой холодной жидкости, молоко, кефир, йогурт, вода, сок, все что угодно, то суп, естественно, подразумевает горячее приготовление, поэтому суп просто заливается кипятком, два вкуса, томаты, спаржа, зелененький, более сливочный, красный, более остренький, поделитесь в чатах, кто пробовал, кому какой больше нравится, кому какой больше нравится, коктейль по вкусу не сказала, их три вкуса, воней клубника и шоколад, и вот два вкуса супа, это спаржа и томат. Тоже 100% натуральные, отличие супов от коктейлей, суп это на 100% вегетарианский продукт, здесь три источника растительных белков, это не говорит о том, что суп нельзя кушать в сиеном ледене, как раз таки да, вот коктейль вегетарианцы не могут пить, а вот супы могут есть и пить абсолютно все, здесь три источника белка, это белок зеленого горошка, белок картофеля и белок сои, и чуть больше калорий, чем в коктейле, в коктейле 65 ккал, в супе, ну в среднем 100 ккал, можно готовить всевозможных рецептов, на самом деле, если сейчас углубляться, то не хватит времени, и так очень, казалось бы, мало говорю, но вот уже 45 минут, вам уже что-то рассказываю. Коктейль и суп, это необходимые правильные белки и углеводы для нашего организма, пусть минимальное количество жиров, откуда же набрать витамины, минералы и, скажем так, основную долю правильных жиров. Вот как раз-таки вторым продуктом в линейке Wellness по своей значимости идет Wellness Pack. Хотя я даже вот сказала, вторым по значимости, нет, наверное, не вторым по значимости. Коктейль и Wellness Pack – это продукт, который стоит на одной позиции. Почему? Потому что коктейль и суп – это еда, из которых мы получаем правильные белки и углеводы, а Wellness Pack – это то, что мы недополучаем с едой. Это витамины, минералы, антиоксиданты, защитники для нашего организма и правильные жиры. В Wellness Pack – это в двух категориях. В центре выпускается отдельно для мужчин, отдельно для женщин, потому что шведы молодцы, они отдельно, они учли особенности мужского и женского организма, но все-таки отличные. И вот таким вот образом сформировался состав Wellness Pack. В каждой такой коробочке содержится 21 пакетик, и в каждом пакетике содержится 4 капсулы. Повторюсь, натуральные ингредиенты, почему? Потому что мне уже кажется, если я говорю стандарт GMP, это уже само собой подразумевает, что все поняли, что это такое. Повторюсь, без всяких искусственных красителей, загустителей, консервантов, только натуральные ингредиенты. 4 капсулки, 2 капсулки – это правильные жиры, это омега-3, капсулка витамина-минерального комплекса, вот она отлична в мужском и женском, и капсула антиоксидантов, наших защитников для организма. Про жиры много говорить не буду, бывают плохие и хорошие. Естественно, от плохих надо отказываться, есть такое еще понятие, трансжиры – это вообще самая ужасная вещь, которая существует в мире. Трансжиры – это те продукты, которые не выводятся из нашего организма, они захламляют наш организм, и как раз таки из плохих жиров, из трансжиров, формируются так называемые холестериновые бляшки в наших сосудах, что является причиной смертей номер один во всем мире. Инфаркты и инсульты – это закупоривание сосудов в мозг, и закупоривание сосудов в сердце, и это как раз таки все, что делает вредный жир в нашем организме. Мы просто не всегда понимаем, насколько мы сами себя убиваем, и неспроста как раз неправильное питание стоит как фактор номер один, которым мы сами себя убиваем. Единственный продукт в мире, который способен расщеплять и выводить трансжиры из нашего организма – это омега-3. Это полиненасыщенная жирная кислота, которая не вырабатывается нашим организмом, ее нужно получать извне, и она слишком важна, чтобы, скажем так, не передавать ей значения. Омега-3 влияет абсолютно на все вредности. Да, на самом деле, нужно слушать вебинары, чтобы понимать, как плохо влияют плохие продукты на наш организм, когда просто как бы об этом знаешь, но никто не говорит вокруг, иногда все-таки руки тянутся к вредности. Омега-3 влияет абсолютно на все клеточки нашего организма. Омега-3 входит в состав мембраны нашей клетки, и, следовательно, если омега-3 в нашем организме не хватает, в первую очередь страдает как бы самое начало – это мембрана нашей клетки. Следовательно, она подвержена всевозможным инфекциям, вирусам, и вообще как бы она сама по себе уже изначально не здорова. Наш мозг на 80% состоит из жира, и вот из этих 80% треть – это как раз-таки омега-3. Поэтому, если вас беспокоят головные боли, если у вас болит голова, если вы, ну, скажем так, какие-то нарушения с памятью, не все хорошо запоминается, и есть такое понятие вот «деревянная голова», обратите внимание на то, есть ли в вашем рационе питание омега, потому что, как никто другой, именно омега влияет на наше состояние головы, назовем это так. Плюс еще это, как дополнительный бонус, это состояние нашей кожи, потому что омега влияет и на кожу, но я бы сказала, наверное, самое-самое главное, что делает омега, повторюсь, она расщепляет и выводит вот эти вот вредные трансжиры из нашего организма, а холестериновые бляшки разрушает больше, нет ни одного продукта в мире, который бы работал так же, как и омега. Поэтому, если в вашем рационе питания присутствует омега-3, ну, скажем так, вы можете себе позволить съесть какую-то вредность, которая содержит в своем составе трансжир, какую-то там булочку сладость, а вот если в вашем рационе питания омега-3 нет, то вам вообще категорически противопоказано, есть вредные жиры и трансжиры, потому что вы просто сами себя убиваете. Омега-3 слишком важна для нас, поэтому еще до нашего рождения абсолютно любая мама должна задуматься о здоровье своего будущего ребенка, и омега-3 – это тот продукт, который принимается, может быть, на протяжении всей жизни, еще до своего рождения и до самых, до самых, скажем так, до самых последних дней. Что делает омега для нашего ребенка? Ребенок растет, развивается, клеточки растут, клеточки развиваются, рождаются из белков, но, повторюсь, мембрана клетки – это омега. На мозг, одна треть нашего мозга – это омега. Теперь подумайте, почему зачастую дети непослушные им, ничего неинтересно, неусидчивые, потому что мозг не справляется с количеством информации. У нас есть отдельный вебинар, который посвящен детскому велнесу, поэтому следите в расписаниях, у кого есть детки, обязательно послушайте особенности развития детского организма и почему омега слишком важна для именно деток. Хотя, могу сказать, для детей и для взрослых она важна одинаково. Почему омега-3 в линейке велнес? Потому что, повторюсь, стандарт GMP – это все, это пункт, который сразу решает, что этот продукт самый-самый лучший. Выше стандарта GMP в мире нет. Всего лишь 5% фармацевтической продукции в мире производится по этому стандарту GMP. У нас в Республике Беларусь только линейка Wellness имеет этот стандарт GMP. Больше нет. Если что-то когда-то появится, без зазрения совести буду рассказывать, но на данный момент нет. И вообще, если для вас, для вашей семьи понятие здоровья на первом месте и вы хотите выбирать качественный продукт, вот для вас стандарт GMP это такой, как показатель. Есть стандарт GMP, значит все круто, значит этот продукт крутой, самых лучших натуральных ингредиентов. Если стандарта GMP нет, то здесь уже, скажем так, стоит задуматься, нужен ли этот продукт вообще. И еще отличительная особенность, 5 степеней очистки, на что Wellness продукция имеет патент. Это на самом деле очень, скажем так, большой роль. Плюс, повторюсь, нет ничего искусственного, никаких красителей, загустителей и тому подобное. В Wellness, Омега в линейке Wellness есть двух видов. Вот капсулированная находится в состав Wellness Pack, потому что не каждый ребеночек может скушать эту капсулку. И детская отдельно она в жидкой форме, и плюс еще жидкая форма для деток, она разработана с учетом детских потребностей. Ребенку нужно в дозировке в 2 раза больше Омеги, чем взрослому человеку, потому что мы взрослые уже, скажем так, сформированные, детки еще растущие. Это я могу сказать, я пью детскую дозировку уже на протяжении 7 лет, и, скажем так, очень рада и благодарна этому. Омега невозможно испортить организм и может только наоборот сделать лучше и проще в своем организме. Витамины, свойства витаминов, вообще их функции в организме тоже слишком велики, чтобы, скажем так, не пить витамины, но при этом существует такое мнение, что, ну, как бы я там из овощей и фруктов там что-то ел летом, ну, вот на весь год мне этого и хватило. У нас сейчас идет абсолютная поголовная нехватка витаминов, минералов в организме и те витамины, те овощи и фрукты, которые мы имеем на данный момент на прилавках, в магазинах, да и вообще даже у бабушек на огороде, это уже абсолютно не те овощи и фрукты, которые были буквально там 20-30 лет тому назад. Все меняется, промышленное производство меняется, ибо сейчас, в современных овощах и фруктах вот такая вот статистика, и минус 30% это вообще самая, наверное, минимальная цифра, что это минус 50-70%, ну, вот магний кальций минус 25, это тоже достаточно много. Почему наши бабушки, дедушки не пили никаких витаминов, были здоровы? По двум причинам. Первая причина, абсолютно другие были, овощи и фрукты по своему качеству, абсолютно в других условиях выращивались, и, следовательно, нужно было меньше еды потреблять для того, чтобы восполнить суточную норму витаминов и минералов. Мы сейчас не в состоянии скушать столько еды, чтобы восполнить только едой суточную норму. И даже если кто-то готов скушать столько тарелок, овощей и фруктов, задумайтесь, насколько эти продукты качественные или некачественные. Даже, казалось бы, вот это вот обычное яблочко, которое лежит на прилавках магазинов, оно же там лежит ни день, ни два, иногда месяца, красиво переливается, разрезаешь, оно не темнеет, поэтому тоже это имеет место быть, это то, на чем стоит задуматься. Поэтому повторюсь, полный спектр, это две капсулки, омега-3, мы про них поговорили, капсулка витамина минерального комплекса, и наши витамины, они натуральные, то есть это не синтетические витамины, которые не усваивают организм, они натуральные усваивают организм на все 100%. И про витаминки, я уже говорила, что они отдельно выпускаются для мужчин и для женщин, именно вот такая вот градация идет, здесь расписано, чего чуть больше, чего чуть меньше, не буду на этом останавливаться, остановлюсь только на детках, для детей тоже есть в нашем ассортименте wellness детские витаминки, и если вы считаете, что вашему ребенку не надо никакие витамины, у него очень хорошее разнообразное питание, ну и вы думаете, кушает ли ваш ребенок 400 грамм овощей и фруктов ежедневно, и самое интересное, это не 400 грамм яблок, там, или 400 грамм бананов, они должны быть разнохладные, они должны быть разные, разноцветные, и овощи, и фрукты, три раза в неделю рыбы, и кушает ваш ребенок вредности, сладости, или не кушает, вот по данным, всего лишь 12% детей выполняют эти рекомендации, поэтому два минимальных продукта, которые должны в рационе питания присутствовать у вашего ребенка, это омега-3 и это витамины, минералы, вы у нас, для детей, детские витаминки, стандарт GMP, это вот, опять-таки, мы к нему возвращаемся, они содержатся в составе апельсиновый сок, их не надо глотать, они, как бы, под действием слюны просто распадаются, это не шипучие таблеточки, я их пробовала, достаточно вкусненькие, они супер сладкие, не кислые, не соленые, такие, очень комфортные для деток, абсолютно они их спокойно кушают, и наши витамины, они являются чемпионами, здесь содержатся 13 витаминов, 8 минералов, в качестве подпластителя, ксилит, что тоже полезен для зубов, и вот такая небольшая сравнительная характеристика тех витамин, которые продаются в наших аптеках детских, я думаю, что здесь, как бы, сразу все понятно, все видно, зелененькие точечки, красненькие точечки, абсолютно любая мама прекрасно понимает, что для своего ребенка надо выбирать самое лучшее, поэтому здесь просто логический вывод. И вот, еще раз, доказательство, факты того, что действительно детские витамины являются номер один, это чемпионы, 13 плюс 8 без всего ненужного, а вот это вот без всего ненужного, в большинстве своем, во всех остальных витаминах как раз содержится, и не все родители, которые, скажем так, не имеют коммунистического образования, обращают на это внимание. И четвертая капсулка, мы возвращаемся к нашему Велоспеку взрослому, Велоспек, кстати, рекомендуется к приему 14 лет, 14 лет это уже считается взрослым организм, хотя зачастую надо смотреть вообще на своего ребенка, потому что иногда мальчишки и в 12-13 лет уже, скажем так, ого-го, поэтому здесь уже все относится на индивидуальное, но в среднем границе 14 лет. Шведский бьюти-комплекс это самый сильный, самый мощный антиоксидант для нашего организма, это продукт, который в 100 раз сильнее, чем витамин А и витамин ААЕ, это тот продукт, в котором в своем составе еще содержат экстракт черники, а на что он влияет? Это защитник для нашей клетки, это как бронежилет, это продукт растительного происхождения, он добывается из шведской бурой водоросли, и особенность этой водоросли в том, что она способна до года жить без воды. Я думаю, что каждый из нас вообще представляет, что такое водоросли, вот представьте, это создание, оно вот год живет без воды, оно аккумулирует в себе вот эти вот полезные свойства, сильные свойства антиоксидантов, защитников. На клеточном уровне как работает астексантин, и вот сравнение хорошее, витамин С, который в 100 раз слабее астексантина, он защищает нашу мембрану только снаружи, витамин С, вот по-английски написано, обратите внимание, справа, астексантин, как бронежилет, защищает нашу клеточку, мембрану нашей клетки и снаружи, и из руки. И, следовательно, если в наш организм попадает какой-то вирус, что-то там летает, прахает, то, если мы не принимаем астексантин, мы, скажем так, вероятность заболеть очень велика, если мы астексантин взьем, то вероятность заболеть, она практически минимальна. И плюс еще дополнительным бонусом, вот как в коктейле есть бонус похудеть, в астексантине есть бонус внешняя красота. К Мадонне можно относиться по-разному, можно любить, можно не любить, но невозможно не хотеть выглядеть, как она в ее годы, преклонные, я бы уже сказала, и она давала интервью французскому журналу Алюр, в котором говорила, что она каждый день принимает продукты, богатые астексантином, потому что действительно это продукт, который влияет на внешнюю красоту. Итак, подытожим. В Элмос Пэке содержится 4 капсулки, 2 капсулки, омега-3, это полезный жир для мозга, для сердца, для суставов, для того, чтобы наши сосудики не закупоривались. Одна капсулка, это витаминно-минеральный комплекс, отдельно для мужчин, отдельно для женщин, и одна капсула астексантина, самый сильный, самый мощный антиоксидант, это защитник нашего организма. И опять-таки, наша любимая женщина, Ольга Николаевна Григориан, говорит о том, что, ну вообще, люди должны понять, что это действительно правда, и это работает. Слишком высокая вывеска уважаемого учреждения за ней, это не питание Российской Академии Медицинских Наук. Ольга Николаевна Григориан, это тот человек, который этот продукт изучил с точки зрения медицины, с точки зрения кандидата медицинских наук. Поэтому вы можете не верить мне, но поверить ей вы просто обязаны. Очень много роликов на ютубе, в интернете, поэтому посмотрите, это действительно важно. И вот то, что нужно понять сразу изначально, важно, белки, жиры, витамины и минералы друг без друга не усваиваются. Если вы будете пить только один коктейль, это уже хорошо, чем не пить его вообще. Но 100% результат с точки зрения своего самочувствия, с точки зрения качества своего жизни вы получите тогда, когда вы будете пить и коктейль, и wellness pack, потому что друг с другом эти продукты как раз таки усваиваются на все 100%. И вот такой вот интересный слайдик, тоже не буду вам зачитывать. Одна порция коктейля плюс один пакетик wellness pack в день обеспечивают вас действительно тем, что никогда в жизни ни один человек, но не способен, скажем так, вести такой образ жизни каждый день. Это достаточно сложно, и с точки зрения нашей физиологии, полтора порции мяса дикого лосося, вот каждый день. Ставьте, там, не знаю, 100 грамм шпината каждый день. Ну, как бы и солнце у нас, солнце тоже у нас проблемы, особенно сейчас у нас осень. Поэтому действительно это то, что способно изменить качество нашей жизни. Повторюсь, стандарт GMP, которым я сегодня просто, мне кажется, уже раз 125 говорила, и повторюсь еще раз, это слишком важный стандарт, чтобы о нем не говорить. И наши факты гордости. В конце прошлого года в номинации лучшая компания-производитель в категории витамины и БАДы именно линейка wellness от компании Reclame заявила первое место и получила такую премию «Здоровое питание» на территории всей Российской Федерации. То есть абсолютно все продукты, которые связаны со здоровым питанием в Российской Федерации, они действительно были на втором, на третьем, на пятом, на 125 месте, а линейка wellness была на первом месте. Но, наверное, самым главным критерием нашей гордости является королева Швеции Сильвии и ее вообще королевская семья. Она побывала с официальным визитом в научно-исследовательском центре Игелиоса. И на самом деле этот продукт слишком важен для нашего здоровья, и этот продукт слишком результативен, чтобы его не просто попробовать, а чтобы не ввести его в свой рацион жизни. Я лично знакома с этой линейкой уже около 7 лет с момента ее появления. Могу сказать, что это действительно продукт, знакомый с которым, и понимая, что этот продукт делает в нашем организме, ты от него не можешь отказаться, не по какой-то там причине, зависимости, а действительно от понимания того, насколько он важен и насколько он результативен в своем действии. Вот я попрошу, в нашей аудитории однозначно есть люди, кто пользуется линейкой Wellness уже не месяц, не два, не год и не два. Пожалуйста, поделитесь своими историями, пока я буду листать дальше слайды. Мы уже заканчиваем. Но не могу не рассказать о тех людях, кто следит за своим здоровьем слишком глобально, слишком скрупулезно. Это спортсмены. Я думаю, что вот как раз-таки рацион питания спортсмена это тот рацион питания, который практически идеален. Почему? Потому что они как раз-таки не едят того, чего категорически нельзя, потому что от их здоровья, от их качества жизни зависят результаты на соревнованиях. Вот, пожалуйста, национальная сборная Швеции по биаткону является постоянным нашим партнером. Вся национальная сборная пьет Wellness Pack. Про Мадонну мы уже говорили, которая, скажем так, пропагандирует Астексантин как источник внешней красоты. Каролина Вознятки очень хорошую статью дала и рассказывала про коктейль Wellness и про Wellness Pack, как она сохраняет энергичность в своей работе, деятельности. Евгений Плющенко с помощью Wellness Pack готовился к олимпийским соревнованиям. И на самом деле эти имена, которые стоят за использованием нашей продукции Wellness, они слишком важны. И вы можете не верить мне, скажем так, если вы меня видите первый раз, но слишком много результатов в интернете, чтобы не верить тем им и в особенности действительно олимпийским чемпионам, которые, ну, как раз таки не станут врать об этих продуктах. Действительно, известные спортсмены рекомендует Wellness, рекомендует как продукт для ежедневного приема. Ирина Слуцкая, она худела с помощью коктейлей после родов, приходила в форму. Сергей Рудник, это пятикратный чемпион мира, он вообще с помощью линейки Wellness готовился к соревнованиям, не планировал победить, но победил. Так, давайте мы проверим связь. Настя пишет, что висит, висит. Как меня вообще видно, слышно, мы практически заканчиваем, но давайте, так, все нормально. Если у всех все нормально, значит, это хорошо. Так вот, Сергей Рудник, тоже у него есть своя история на Ютубе, обязательно посмотрите, особенно мужчин, это, скажем так, касается, потому что для мужского здоровья у них действительно творит чудеса. В общем-то, про спортсменов можно говорить бесконечно много, их очень много. Это те люди, которые показывают действительно результат своим образом жизни. Доказанные результаты. 20 миллионов продуктов линейки Wellness проданы с момента запуска Wellness линейки. В 45 странах представлена линейка Wellness и на самом деле этот продукт уже слишком популярен, чтобы его не захотеть попробовать, если вы с ним вот сегодня при этом рады познакомились. И на чем я хочу завершить свой вебинар, это линейка, это система Wellness Life Plus. Это система, которая позволяет за 12 недель просто обновиться на 180, на 360 градусов, даже на заранта. Две программы на выбор. Wellness Life Plus «Твоя жизненная энергия», в которой содержится такая красивая коробочка «Один коктейль», «Веллесс пэк» и «Шейкер» в подарок. И вторая программа «Твой идеальный вес», где два коктейля, «Веллесс пэк» и «Шейкер». В чем особенность? Линейка «Твоя жизненная энергия» рассчитана на 21 день, одна порция коктейля в день плюс один пакетик «Веллесс пэка» в день. Цена в день всего лишь 4 рубля. Я даже не думаю, я уверена, что здоровье, если оценить наше здоровье в денежном эквиваленте, это не 4 рубля. Мое здоровье стоит однозначно дороже, чем 4 рубля. И линейка «Твой идеальный вес» здесь уже каждый день две порции коктейля и пакетик «Веллесс пэка» в день. Цена всего лишь 6 рублей в день. Это цена идеальной фигуры и хорошего самочувствия. Плюс каждый четвертый набор вам идет со скидкой минус 99%. Здесь написано 95%, на самом деле 99%, то есть практически в подарок. Каждый четвертый набор, неважно в какой линейке, в какой системе, будет идти со скидкой минус 99%. Ну и наши дети, здоровье наших детей, прием омега-3 в день 90 копеек и прием витаминки 70 копеек. Ну это действительно, еще когда старые были цены, мы говорили, ну это вот действительно копейки. Ну вот сейчас цены поменялись и мы говорим, ну это действительно копейки. Это здоровье, которое позволяет вашему ребенку наслаждаться этой жизнью на все 100%. Когда организм ребенка способен выполнять все свои функции на все 100%, и вы как родители действительно можете сказать себе спасибо за то, что вы дали своему чабу все самое нужное. Поэтому я хочу вам пожелать в завершении нашего вебинара думайте, пожалуйста, головой. Если вы в чем-то сомневаетесь, спросите у людей профессионалов. Если есть какие-то вопросы, стесняйтесь задать, интернет вам в помощь. Огромное количество вебинаров по линейке Wellness и есть индивидуальные какие-то записи у нас, вебинары по Wellness Клубам, когда мы рассматриваем ту или иную тему более детально, более углубленно. Поэтому я желаю вам осознанности, я вам желаю желания изучать вопросы здоровья, вопросы правильного питания. Повторюсь, потому что они слишком важны, чтобы быть дилетантами. Я желаю вам здоровья в первую очередь и желаю вам появления желания изучать эти вопросы. Вам огромное спасибо за ваше время на сегодняшнем вебинаре. Сейчас начнется второй вебинар, не выключайтесь, переключайтесь. Смотрите наши вебинары, приглашаем вас. В общем-то, была рада с вами сегодня провести это время. Еще раз спасибо, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok